Итак, доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Тору. Тору Мишлей, притчи царя Соломона. Это часть письменной Торы, чтобы было понятно всем. То есть есть Тора устная, которую передавали из поколения в поколение, и которая является основной частью Торы, между прочим. Основная часть Торы это Тора устная, а не письменная. Письменная Тора это как вершина айсберга, в которой отражена вся Тора. То есть вся Тора, она есть в письменной Торе только в виде зашифрованном, в сжатом виде. То есть нам кажется, мы читаем текст, вот письменная Тора, все понятно. Мы по притчам видим, насколько все непонятно, и насколько кроется глубина в каждом нюансе. Всем шалом, всем доброе утро! Сегодня у нас какое-то ава, какое сегодня ава где-то? Тринадцатое? Какое-то сегодня, может быть, был девятый ава совсем недавно, в четверг. Ну, плюс-минус тринадцатая ава. И, значит, мы приближаемся к пятнадцатой аве. Это считается уже все, переход на самые хорошие дни начинается с пятнадцатого ава. Чуть-чуть было тяжелое время, и сейчас тяжелое. Сегодня двенадцатая ава, да? Значит, сегодня двенадцатая ава, и начинается вот уже, знаете, прям все, начинает мир выруливать. Потому что был он, конечно, в такой, очень был, в тяжелой такой вот, знаете, как турбулентности. Это как самолет летит, и говорят, самолет попал в турбулентность. И мир сейчас находится в такой вот жесткой турбулентности. А сейчас уже с пятнадцатого ава будет все выруливаться, красиво будет все. Как будет выруливаться, мы не можем предположить, потому что как он вошел неожиданно в турбулентность, так же он и вырулится неожиданно. Но то, что мы должны в это верить, и своей верой мы усиливаем, усиливаем причину для Всевышнего сделать мир хорошим, это факт. То есть, мы сейчас не просто учим Тору, а мы сейчас выруливаем мир, можно сказать, из-за нас. Вот сейчас мы сидим, учим Тору, и из-за нас мир выходит в светлую полосу. Понятно? То есть, что мы занимаемся самым важным делом в мире, ради которого мир был создан. Теперь мы дошли в девятнадцатой главе притчи царя Соломона Мишли. Мы дошли до двадцать третьего, двадцать третий отрывок, двадцать третий отрывок, он звучит так, девятнадцатая глава, звучит он вот так, смотрите, значит, все. Ира, Ташем, Лехаим, Весавея, Ялин, Баль и Пакедра. Да. Значит, что это значит? Что это значит? Как раз вот то, что я сказал, то, что я сказал, это как раз, это как раз в этом отрывке зашифровано. Значит, переводится он так. Трепет перед Богом, страх перед Богом. То есть, Ира, Ташем, это страх, трепет перед Богом. Это, кстати, мы уже учили, что это основа познания. Основа, Ира, Ташем, Решит, Хакма, Да, Тумусар, Ивелим, Базу. То есть, сейчас мы разберемся конкретно, что это Ира, что такое страх перед Богом. Но здесь написано, что он ведет к жизни и сытый будет спать. То есть, тот, у кого есть Ира, Ташем, страх перед Богом, это его ведет к жизни, и он сытый будет спать. Бали Пакедра, и с ним не случится зло. Вот такой вот нам дает царь Соломон, совет, обещание, объясняет принцип. Значит, страх это главный движущий мотив вообще жизни на земле человечества. Вот все люди, 7 или 8 миллиардов людей, у них главный движущий мотив в жизни это страх. Почему так устроено? Есть инстинкт самосохранения, инстинкт выживания, инстинкт жизни. То есть, все хотят жить. А человек, он очень слабое создание. Человек, он такой прямо, у него, во-первых, тело все время распадается. То есть, у него там сотни костей, сотни мышц, какие-то метры кишок. Куча всяких систем, которые иммунитет, гормональная система, вестибулярный аппарат. То есть, вся вот эта вот махина, она существует вообще чудом. Вот просто чудом. Каждое утро мы просыпаемся, мы должны сказать Всевышнему, Модей Анили Фанейка, я благодарен перед тобой, Шейхизар Табини Шмати Бехемла, что ты вообще в меня душу мою вернул, что я проснулся, я мог вообще не проснуться, что я проснулся, велика моя вера в тебя. Потому что просыпается какой-нибудь человек, а у него панические атаки. Вот сейчас у многих вдруг начались панические атаки. Вот я реально встречал людей молодые, вроде здоровые, все, рассыпаются в 3 секунды. Почему? Страшно. Паника. Почему паника? Как? Почему паника? А у другой рядом живет, у него нету паники. А у этого паника. То есть, значит, не почему паника, а в нем паника. И вот, значит, человек, почему им управляет страх? Потому что реально, реально, мы живем все чудом. И мир существует чудом, и мы живем чудом. И постоянно человек внутри это чувствует, и он должен все время остерегаться, чтобы там не отравиться, не умереть, не упасть. Ему все время страшно, а что буду кушать завтра, а что буду кушать послезавтра. А как будет там Трамп, будет он воевать с Китаем, не будет. Ну и там куча всяких у человека есть. Есть инстинктивно и интуитивно, он все время боится. Теперь, значит, и страх написано, страх сокращает жизнь. Обычный страх, он жизнь сокращает. Почему? Потому что тот человек, который боится, он находится все время в стрессе, у него вырабатывается там гормональный фон низкий, и он, у него рушится иммунитет, у него рушится гормональная система, все. Он в страхе, он становится беззащитный перед любыми вирусами, микробами. И те люди, почему сейчас люди болеют вот этим коронавирусом, ну во многом, потому что низкий иммунитет. То есть человек, который все время в панике, вот многие знают об этом, когда находишься в стрессе, то ты можешь заболеть чем угодно. То есть вот так вот люди прям заболевают от чего угодно. И, значит, это как бы обычный страх, он сокращает жизнь. А здесь написано, ира-тошем, страх перед Богом, он ведет к жизни, и сытый будет спать. Так что же такое страх перед Богом? Значит, обычный человек, он живет в придуманном иллюзорном мире, в котором он вообще не понимает, как этот мир работает. У него нету вообще представления, то есть в его представлении жизнь на земле. У обычного человека, там, атеиста, или просто, ну, такого глупого, у него жизнь возникла случайно, существует случайно, никто ничем не управляет. И если все случайно, то понятное дело, что все может быть. И он, особенно он прочитал книгу про черного лебедя, все, ему везде уже мерещатся черные лебеди, которые просто лично на него охотятся. Это называется паранойя. Паранойя. Но есть еще там неврозы и так далее. То есть большинство людей, как сказал один из этих вот как раз психологов, которые все случайно для них, был такой Фридс Перлс, так он сказал, что нормальных людей не бывает. Он говорит, бывают необследованные. Или недообследованные. Если уже обследованные нормально, он говорит, значит, недообследованные. И этот психолог Фридс Перлс, который основатель дештальтерапии, он книгу свою, автобиографию, назвал книгу «Внутри и вовне помойного ведра». Он был честный. То есть он реально понимал, что у него в голове. Прямо так называется его книга, автобиография Фридс Перлса, «Внутри и вовне помойного ведра». Теперь, понятное дело, что все эти люди боятся страшно. Потому что если он не боится, то это у него просто психическое расстройство, вытеснение. Что он как бы кажется себе смелым, но по факту он еще больше боится. Все, кто больше всех блатуют, они больше всех боятся. Они живут по принципу «бей первым», типа «покажи, что ты мужественный». А на самом деле он это из страха делает, потому что ему реально больше всех страшно. Все, кто с охраной ходят. Почему они с охраной ходят? Боятся. Теперь, значит, что нам говорит царь Соломон, мудрейший из людей? Он нам говорит, поменяйте все эти страхи на страх перед Богом. То есть у тебя должен быть один страх. Есть хозяин мира, который миром управляет. Он мир создал, он миром управляет, он сделал законы, он меня до сегодня довел, мир довел до сегодняшнего момента, значит он добрый, иначе он бы весь мир уничтожил. У меня нет никаких оснований ожидать, что он мне сделает гадость. Это глупо. И за то, что я ожидаю, что он мне сделает гадость, я как бы эту гадость на себя и призываю, потому что есть такое, как закон, один из законов мироздания, он звучит так. Тот путь, по которому человек хочет идти, его ведут. То есть если ты думаешь, что у тебя впереди гадость, тебя ведут туда, куда ты хочешь идти. То есть если ты в это сам веришь. Теперь, значит, но если у человека есть Иратошем, Иратошем трепет перед Богом, и он понимает, что Бог, у него есть полностью продуманная, четкая программа, и в этой программе записано, что он создал жизнь для жизни, не для смерти, и просто нужно идти по путям Бога, и он сказал, я отдаю перед тобой сегодня жизнь и смерть, добро и зло. Выбери жизнь. То есть ты выбираешь, если ты выбрал уже бояться Бога, значит, у тебя появился внутри вот этот вот стержень, штифт, который тебя с Богом соединяет. То есть через страх перед Богом проще всего с ним установить прочную такую связь. Установить, знаете, как когда строят дом, нужно вначале сделать фундамент, или есть еще вот, ну я не сильно никогда вообще по скалам не лазил, но мне кажется, что там самое главное вбить вот такой вот крюк первый, да, и на этот крюк повесить какую-то прочную веревку, а дальше ты уже по ней лезешь там, дальше все нормально, если у тебя уже один крюк есть. Теперь вот страх перед Богом, это как раз тот крюк, та веревка, тот фундамент, которым легче всего зацепиться за Бога по-настоящему, то есть ты устанавливаешь с ним эмоциональную внутреннюю связь через страх, страх и меняешь все свои страхи оптом на один страх перед Богом. Когда ты зацепился за этот страх перед Богом, ты на это начинаешь цеплять потом любовь к Богу. А как зацепить любовь к Богу? Это благодарность. Ты утром проснулся, спасибо, 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 и ты вдруг видишь, что у тебя жизнь просто сказка, что ты живешь в раю, что у тебя просто, особенно мы сегодня живем, мы просто живем в раю, который не замечаешь. И мы, значит, все время спасибо, 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 а через страх ты за него держишься, вот эта вот страховка, да, у тебя страховка, что ты не съедешь никуда. И потом ты начинаешь с помощью заповедей, ты начинаешь зарабатывать депозит, 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 то есть ты создаешь себе более прочную связь с Богом. И соблюдаешь заповеди, не нарушаешь запреты, выруливаешь на вот этом вот приводе страх перед Богом, выруливаешь куда? Царь Соломон нам обещает, Ты выруливаешь в жизнь прямо, не просто даже в эту жизнь, ты выруливаешь вечную жизнь. И сытый будешь спать. То есть страх перед Богом это не те страхи, которые есть у обычных людей, которые все время боятся, волнуются. А что я буду кушать завтра? А что я буду кушать сегодня? У него уже есть деньги, а он все там занимается финансовым страхованием, планированием, что я буду кушать завтра. И все равно они боятся. Все вот эти финансовые воротилы, они все время, откуда у них все? Создай себе финансовую подушку, подушку, подушку. Знаете, Рабинович, он был уже старый такой, и он сидит со своим там, ну, другим знакомым, и он такой ему говорит, слушай, говорит, я всю жизнь, говорит, чем занимался, копил на черный день. Говорит, столько накопил, ты не представляешь, говорит, я жду, когда он наступит, я ж хочу это потратить, я же все копил на черный день. А другой копил на черный день и умер. И все. И все. И, то есть, а Бог сказал? А Бог сказал, что Бог сказал? Он говорит, не думая, говорит, о завтрашнем дне, думая только о том, чтобы со мной быть в хороших отношениях. Потому что не хлебом единым жив человек, а всем, что выходит от Бога. То есть, Бог в нужной ситуации, он проводит, выводит, дает и так далее. А если Бог человеком гневается на человека, так ничего не поможет. Ни деньги, ничего не помогает. Понятная идея. Теперь, еще раз, если есть страх перед Богом, это та страховка, которая ведет к жизни. Весавэй, ялин, и будет он сытый спать. То есть, человек, который с Богом в хороших отношениях, вот как Равзильбер был, Захронос, Сидик, Левраха, Зацаль, он все время был счастливый. Он все время был конкретно счастливый, радостный человек, который думал, только у него был один вопрос. Что Бог от меня хочет в данный момент времени? Все. А что будет завтра? Бог позаботится. Я забочусь о том, чтобы выполнять волю Бога, он обо мне позаботится. У меня других, как бы, в жизни страхов нет. И дальше царь Самон усиливает вот это обещание. Бали Пакедра, и для него не приготовлено зло. Не приготовлено зло для такого человека. Не посетит его зло. Нету... То есть, он с чистой душой, он говорит, я с Богом в отличных. Значит, почему Бог мне должен готовить какую-то гадость? Если бы Бог хотел мне сделать гадость, я бы не родился. Я бы умер в детстве, я бы умер в юности. У меня было... У Бога было до этого момента множество вариантов со мной, как бы, решить вопрос. Но если Бог меня ведет по жизни, и вот тут вот этот момент, любовь к Богу. Спасибо, 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 спасибо. Проснулся, руки, ноги, глаза. Класс, так Бог меня любит. Бог меня просто вообще, ну, на руках, можно сказать, носит. Чего я должен волноваться за завтра? И пошла у человека тогда счастливая волна в жизни, прямо вот с этого момента. Отлично. Теперь 24-й теперь отрывок. Это был 23-й отрывок. Теперь 24-й отрывок. Это нам объясняет вообще... Ну и что дальше тогда? Вот человек счастливый, он Бога за все поблагодарил. У него есть один страх перед Богом. И он вроде бы в этот момент все соблюдает. И самое главное, как человек может стать цадиком, вот прям праведником, через намерение. Вот в любой момент времени, если человек говорит Богу, все, я тебя люблю, я тебя боюсь, ты для меня главный, я живу по твоей системе, все. В этот момент человек цадик. Пока он не согрешил, он праведник. Если он согрешил, тогда вот тут вопрос, мы недавно спорили, не спорили, обсуждали с детьми, в какой момент человек перестает быть праведником. Вот, например, на примере вегетарианца. Возьмем мы вегетарианца, вегетарианец, он говорит, я верующий вегетарианец, я верю в то, что надо веган, я верующий веган, давайте сделаем. Он веган, он ест только сырую пищу, он категорически отрицает возможность поедания мяса. И вот мы этого вегана встречаем в мясном ресторане, вот такой стейк перед ним лежит, вот такой вот огромный стейк лежит. И мы ему говорим, слушай, какой же ты веган? Он говорит, вот честно говорит, вот я веган, говорит, вообще просто, ну, вообще фанат, я фанат. Но сегодня не сдержался. Ну вот у меня сегодня просто, я не знаю, что со мной, помутнение рассудка. Сегодня я поел мясо и все. Ну ладно, кто он, веган или не веган? Если он до этого год был веган, а сегодня он поел мясо, он, кто он теперь? Что он, сразу одним поеданием мяса стал не веганом? Он веган, который поел мясо. То есть он остался полностью веганом, по убеждениям, по всему. Хорошо, проходит еще день. Мы опять его встречаем в этом ресторане, стейк, вот такой стейк. Мы говорим, слушай, как? Так, он говорит, вы понимаете, говорит, я вот, ну, уже поел мясо разок, да, и я решил раз в году есть мясо. Вот раз в году, не чаще. Ну вот как раз я решил вот начать с сегодняшнего дня эту свою новую традицию. То есть я веган, который в память о своем грехе поедания мяса случайном, решил установить день поедания мяса, как моя новая традиция веганская. То есть я веган, который раз в году ест мясо. Он веган или не веган? Веган? Не веган, веган. Я считаю, он стопроцентный веган, который раз в году есть мясо. Что говорит Тора по этому поводу? Тора нам говорит по этому поводу так, что есть, ну, есть смешно, впервые, вот мы учили, а кольца фуй, все просматривается. Бог все видит и видит все вперед, назад, вправо, влево, внутри. Все замыслы, потому что все это божественно, ведь весь этот мир, это Бог, только в его разных проявлениях. Поэтому Бог, он, понятное дело, понимает, ну, не понимает, грубо говоря, мы пользуемся словами понимает и видит, но у него все учитывается. И вот в момент, а кольца фуй, сказала Мишнах Пертья, вот, вайрешут не туна, есть право выбора. При том, что все просчитано, но у человека есть вот этот вот образ и подобие Бога, в котором есть у него возможность выбирать, принимать решение. У бы туф, а у лам не дун, добром судится мир. Бог, он все-таки больше добрый, чем недобрый. Если бы мир судился по суду, он не мог бы существовать. По суду мир бы сразу бы развалился. Поэтому Бог судит добром. Для Бога все-таки он веган. Значит, вааколь лиферово массей. Все судится по большинству дел. То есть, есть большинство действий, которые выражают суть человека. Большинство действий. Есть у него большинство действий веганских и меньшинство невеганских. И он по самоопределению, по своей цели, по своему набору убеждений, по своей вере, он веган. Значит, он веган, но у него есть действия, которые не соответствуют его самоопределению. То есть, если мы смотрим по его самоопределению. Понятное дело, что по определению кого-то, так он может быть не веган и не мясоед, а дурак. Так что он дураком стал из-за этого, если кто-то его считает дураком, нет. То есть, нас интересует, в принципе, то, что он о себе думает и то, что Бог про него думает. Бог думает добром. То есть, он его судит, лекав сход, в сторону добра. И все идет по большинству действий. Это написано в Мишне. Теперь, как он себя судит? Он себя судит, это важно, потому что по тому, кем человек себя считает, зависит, кем он является. И тоже есть в Мишнах Пертьевод, Раби Шимон Бен-Натанель. Он говорил, не будь злодеем в своих глазах. Потому что, если ты стал злодеем в своих глазах, ты злодей. То есть, какой смысл тебе быть злодеем в своих глазах? Если, а как определить, ты злодей в своих глазах или нет? По тому, как человек судит другого. То есть, если, например, один человек делает какой-то грех, а потом другой делает грех, и он за одно действие называет его злодеем, то есть, он соединил человека с действием, значит, он этим самым, он и себя считает злодеем внутренне. Понятно, да, как это работает? Это очень интересная такая тема. Ну, давайте мы с нее сейчас отойдем в сторону. То есть, это нам всем пища для размышлений. Еще раз подумать вот эту связь между я и действием, между самоопределением и тем, кем человек является. То есть, это очень один поступок. Один раз была такая поговорка. Знаете, один раз не, значит, не мясоед, можно так сказать. Он убил один раз. Убил один раз. Это человек, который убил один раз. И если он раскаялся, если он, он может быть праведник, который убил один раз, и он раскаялся. Ему положено наказание. Тут ни в коем случае речь не идет о том, что есть на каждую ситуацию, есть законы Торы. Если он убил один раз, и он раскаялся, ему все равно шла смертная казнь, независимо от его раскаяния, если при условии, что было два свидетеля, которые его предупредили, там и так далее. Хорошо. Теперь вот тут 24-й отрывок. Переходим на практику. Практика жизни. Суть жизни вообще сейчас открывается нам. Тамана цели ядобы цалахат. Значит, опустил ленивый руку его в тарелку. Ну, это частая ситуация, значит. Опустил ленивый руку свою в тарелку. Гам эль пиу ло яшевено. И уже в рот он эту руку не может возвратить. Такой он ленивый. То есть здесь царь Соломон нам хочет объяснить вообще, что суть человека. Суть человека, человек же тоже вот спроси, а какой человек? Вот он ленивый? Ну, а может он просто сейчас отдыхает? Бывает такое, что человек лежит на диване, вот лежат два человека на диване. Один, он ленивый, а второй отдыхает. Может быть такое? И они оба лежат. Лежат они месяц оба. Что значит? Он ленивый или отдыхает? Как мы узнаем? То есть самое страшное, когда человек назовет себя ленивым и уже не хочет вставать с дивана. Это все, он ленивый. То есть когда человек определился, что я ленивый, он ленивый. Когда человек определился, что я быстрый, но я отдыхаю, значит ему этот отдых рано или поздно он закончится, и он опять станет неленивым. Но по факту они сейчас пока оба лежат на диване. Теперь царь Соломон в Мишле, в притчах, он все время выступает против этого качества, как лень. Лень это страшная вещь, которая, если человек ее, она написана даже, что лень, она убивает. Там есть у нас был пасук, тамитена, то есть есть вот этот вот отслуд, он человека убивает. Просто конкретно убивает. Теперь здесь приводится крайняя ступень лени, что когда человек погружается в эту лень, то он уже даже ради своего вожделения, ради еды, он уже не может в какой-то момент двигаться. То есть когда он себя запаковал вот в этот вот кокон своей лени, и он себя сказал ленивой, дальше он, как бы вся система, вся система, она идет за самоопределением. И в какой-то момент, что он еще руку в тарелку он может засунуть, а обратно он ее уже, даже ему лень ее обратно понести. То есть лень это самая страшная вещь. Царь Соломон нам об этом объяснял много раз. И значит нужно с ней бороться, потому что интересно, есть такая великая книга, называется Меселатья Шарим, Путь праведных. И путь прямых. И в ней, в ней, Равмошет Хайм Луцата, он в ней показывает путь, путь, как бы, духовного развития. И там есть, начинается духовное развитие, что Тора, Тора, то есть изучение Торы, она приводит человека к Згерут. Згерут это осторожность. То есть вначале человек, который, он не знает Тору, он вообще не понимает. Для него, вот обычного человека спроси, лень это хорошо. Да, лень сделала из обезьяны человека. То есть он живет в полном бреду. То есть у него одно, одно убийственное тупое выражение, погоняет второе. То есть, во-первых, он верит в то, что из обезьяны появился человек. Во-вторых, он верит в то, что именно лень из обезьяны сделала человека. И таких людей немало. Если взять пропорцию в мире, то этих людей может быть там 10 миллионов, например, вот таких же. А может больше. То есть, потому что, ну, мы все слышали эти выражения, и часто эти выражения повторяют люди. А раз они их повторяют, они в них верят. То есть верят в глупость, что человек произошел от обезьяны, верят в то, что именно лень это сделала. Хотя, ну, это даже идет против теории Дарвина, что Дарвин, наоборот, говорит, что выживание, это было кто, кто быстрее бегал, кто быстрее дрался, кто мог забрать у другого пищу. То есть, ну, никак не ленивые. ну, факт. То есть, даже если одно противоречит другому. Теперь, значит, еще раз, лень это очень плохое качество. А, я сбился, извиняюсь. Значит, Рамхаль, он говорит о пути развития. И начинается все, начинается все с того, что Тора приводит человека к осторожности. Когда он узнает, как работает мир, он узнает все, что мы сейчас изучаем, он узнает там, что у человека есть душа, что душа, оказывается, состоит из там, из трех главных частей. Он узнает все эти вещи, и это его приводит к осторожности. Он вдруг узнает, что бояться надо не завтрашнего дня, о Бога, и у него появляется осторожность. Он начинает по жизни двигаться более осознанно и осторожно. Потом осторожность его приводит к зрезуту, к быстроте. И он становится более быстро. Он понимает, что есть действия, которые его реально вытаскивают на правильный путь, а есть действия, которые его уничтожают. И он начинает быстрее делать заповеди, заповеди Тора, заповеди, урок Торы, заповеди, заповеди. Он хочет набрать быстрее вот этот вот духовный потенциал, духовную силу, которая его по жизни потом и будет вести. Хорошо, значит, мы, ну и так далее, значит, продолжим в следующий раз. Уже у нас урок сегодня заканчивается. Давайте сделаем вывод, что первое, лучше всего это бояться Бога. Это создает связь с Богом. И тогда не будет других страхов. И второе, когда ты уже установил связь с Богом, и ты понимаешь, что в жизни самое главное приоритеты, нужно победить лень, которая внутренняя корова, внутреннее животное, которое человека, которое человека, ну просто уничтожает. И я, кстати, когда-то давно, я же Мишля учу не первый раз уже, и когда-то давно, когда я первый раз это понял, я начал искать, как победить лень, и даже написал книгу. У меня есть книга, называется «Победитель лени». Я нашел именно 20 способов, которыми можно внутреннюю корову, внутреннее животное, подчинить вот этой высшей своей части интеллекту и душе. И, значит, то есть я когда-то это, когда учил, я не просто в это поверил, а это проверил. И действительно, значит, лень можно победить. Вот сейчас я иду бежать 15 километров. Это не просто заставить свое ленивое тело пробежать 15 километров. Это один из способов держать тело под контролем интеллекта. То есть если ты можешь заставлять себя каждый день заниматься спортом, бегать, трудиться и так далее, то, конечно, жизнь меняется. Все. Всем прекрасного дня, хорошей недели. И напишите свои, пожалуйста, выводы. Не поленитесь, напишите три своих вывода, свои вот итоги, что вы поняли. И поделитесь со своими друзьями. Пусть тоже знают. Все. Всем счастливо. Пока.